все сейчас построено на том, чтобы зарабатывать деньги все оно внешне, все наличность, личностный рост продажа товаров, продажи, сколько ты продал того, сколько ты всего продал сейчас самое актуальное это продавать всякую чепуху и вот это очень важный момент, потому что в интернете вся вот эта шушера, шваль, она вся в интернете она знает, как это продавать и впаривать и очень многие люди, естественно, они на это ловятся и думают, что не выходя из дому, не выезжая со своего города не отходя от компьютера, можно чему-то научиться это не так, нельзя от ничего научиться поэтому, Наташа истинных учителей, истинных учителей, ну, их практически нет и я для себя по крупинкам, по крупинкам, по крупинкам то есть каждый человек, который я встречаю какое-то зернышко я могу взять какое-то зернышко и если говорить, у кого я обучался, то это масса традиций масса традиций но самый главный элемент обучения это страдания то есть я заметил четко, что если нет страдания ничего не получалось никогда и вот меня учили меня учили таким вот образом, что вот страдаешь, переживаешь, нервничаешь и видишь, как ты растешь от этого тоже тогда концепция о том, что настоящий учитель должен быть гармоничен и счастлив в этой гармонии это концепцию, которую придумали наши люди которые начитались в красивых, хороших книг вот и они об этом говорят, потому что, ну, надо же улыбаться, надо же соответствовать гармония гармония, если мы говорим о гармонии, то нужно вспомнить Грецию нужно вспомнить такое понятие центральное кавокагатия кавокагатия мне оно очень нравится я очень много сил отдал Греции и очень долго там был кавокагатия это соответствие это как раз есть гармония внешнего, внутреннего это кавокагатия то есть истинно великий человек если он имеет эту кавокагатию то есть у него есть эта вот гармония значит это и есть принцип мастерства вот а наши сегодняшние они только на языке гармония вы должны быть гармоничными вы должны улыбаться друг другу ну и так далее Поэтому, Наташа, ну, конечно, гармония должна быть, конечно, но это должно быть видно по поступкам. А если человек начинает говорить, все, значит, там, где много слов, там, где много разговора, там, где есть словесные конструкции, слова, значит, это уже элемент воздействия. В этой связи мне очень нравится Джиду Кришна Мурти, который говорил, что мне не нравится, как учителя сейчас преподают. Почему мне не нравится? Зависимость. Любой учитель преподает своему ученику предмет так, чтобы тот был зависим. У меня самое главное в жизни, в обучении, сделать так, чтобы ученик был от меня независим. Я всегда показываю, что, ребята, вы не должны от меня зависеть. Вот Наташа мне сказала, Игорь Стефанович, нужно хорошо выступить, чтобы я могла вас второй раз пригласить. А я ей, не знаю, ответил, по-моему, ответил, Наташа. Ну, во-первых, неизвестно будет ли второй раз, захочу ли я приехать дальше. Я буду выступать в совершенстве, потому что я все, что не делаю, я делаю это как будто бы последний раз. Как будто вот я умру и все. То есть, тотальность, принцип тотальности. Принцип, что так ты уже лучше не сделаешь. То есть, вот я, какое-то занятие, какая-то встреча, я должен быть тотальным. То есть, я должен по максимуму выложиться. Я должен выложиться по максимуму. И так, чтобы не было зависимости. Чтобы ученик и клиент, чтобы не было зависимости. Это моя особенность, Наташ. Значит, почему? Потому что все хотят зарабатывать. И мы же прекрасно понимаем. Мы можем вести ученика так, на крючочек его, и чтобы он денежки отстегивал. Мы можем это? Конечно, мы. Я вижу, что так и делают. Мне неприятно это. Мне очень это не стыдно от этого. Но это так, это так. И я раньше пытался бороться с этим. Я этих людей там критиковал. А сейчас я... Меня очень сильно поменяла Америка. Америка, и я понял, что нет. Нужно уважать право каждого человека быть идиотом. Священное. Это важно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы много говорите о том, что... Ну, по крайней мере, в ваших роликах о том, что сочетание академической и альтернативной, либо позиционной, медицины, ну, это лучший путь, что нельзя выбирать что-то одно. Наташенька, единый творческий синтез. Религия плюс магия, философия плюс наука. Понимаете? Единый творческий синтез. Вот он, в одном. Все в одном. Поэтому, конечно, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы развиваться, нужно соединять, синтезировать нужно. Если будет что-то одно, однобокость, все, это не работает. Сегодняшняя эпоха, в которую мы входим, человечество, в которое входит, только комплексные знания. Но вы прекрасно понимаете, что сегодняшняя эпоха – это принцип осознанности. Поэтому я буду так читать этот семинар двухдневный, чтобы было понимание, чтобы было осознание и развивать эту осознанность. То есть это очень тонкие моменты. Вот я вот уже вижу, как я это буду делать. Поэтому, конечно, академичность мне очень много дал мединститут, естественно. Но я когда обучался в мединституте, я прекрасно понимал, что я не буду врачом. Почему? Потому что мне многие вещи не нравятся, как лечат. И это очень тяжелая такая вот память, когда видишь, что врач тоже пытается заработать на клиентов, на больных, несчастных. И у меня были очень большие проблемы. Меня хотели там закрыть в Донецке, потому что очень много разговаривал. И с очень многим не соглашался, понимаете. Вот. И мне неприятно было видеть то, что я видел, будучи психиатром, будучи хирургом. Привозят больного, а пока бабки не заплатят, он не оперирует. Это же некрасиво. А в психиатрии лекарства списываются, а потом там продаются где-то. Это страшные вещи, Наташа. Это страшные вещи. И я счастлив, что силы дали возможность иметь мне лицензию психиатра. У меня частная медицинская практика. Вот. И я могу себе позволить лечить так, как я считаю нужным. Для меня это очень важно. Принцип свободы. То есть за это время у вас уже выстроилась какая-то система, как сочетать эти лекарства? Безусловно. Конечно, Наташенька, конечно. Кульминационный момент моего обучения – это восточная модель личности. Это повозка, это лошади, это кучер и это хозяин. Значит, вот если мои последователи и слушатели будут понимать этот элемент, повозку эту, значит, вот отсюда все начинается. Есть то, что нужно телу. Есть то, что нужно эмоциям. Есть то, что нужно душе. И самая главная проблема всех спикеров, всех этих выступателей – они не понимают, что то, что нужно телу, то противоречит духу. То есть есть элемент материального, а есть элемент духовного. Это вещи, которые как бы абсолютно разные, как бы абсолютно разные, но в то же время они должны быть в творческом синтезе. Дух должен отдухотворять материю. Вот этот момент очень важный. Вот это, мы сейчас говорим о магии. И, кстати, это магия глубинная, это глубинная магия. Это не тоже там помахать руками, обратиться к духу Юпитера. Это как раз истинная магия. Дух должен отдухотворять материю. Поэтому то, что нужно материи, то противоположно духу. И вот Гёте, Фауст, мне очень нравится это произведение. Безусловно, Гёте – это талантище, это гений. И вот у него во втором действии, по-моему, во втором действии, вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно, так отчего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной. Понимаете, о чем я? Вот. То есть Гёте очень долго ломал голову, он не мог понять этих вот моментов. Душа – это одно, а тело – это другое. Нужно и то развивать, и то развивать. И здесь концепция йоги, высшей йоги, ражаной йоги, значит, очень вписывается гармонично в то, что я делаю. Здесь буддизм, ваджраяны, северный буддизм, очень жестко вписывается в эту методику, в эту систему. Здесь элемент христианства, очень четкая линия есть. Здесь элемент суфизма. То есть, по сути, если вы спрашиваете, Игорь Стефанович, а в чем особенность вашего метода? В чем особенность метода, Наташенька? Особенность метода, что четыре ветки, четыре, может, даже пять веток. Теософия Блаватская, именно Блаватская, потому что после Блаватской все это уже был детский сад, цирк был. Анька Бизант, это уже она, все было по-другому. Теософия Блаватская, северный буддизм, северный буддизм, Бажраяны. Дальше суфизм, дальше христианство, индуизм, можно сказать, тоже. То есть, по сути, это основные религии, и вот их внутреннее, внутреннее их ядро, их внутреннее ядро, потому что все, без исключения религии, имеют внутреннее ядро одинаковое, а внешние проявления, внешние, они разные, и они конфликтуют друг с другом. Но любая религия, она взывает к душе, вот, она взывает к вот этому вот внутреннему существу, внутреннему человеку. И вот я хотел Библию взять, я хотел Библию взять, потому что я очень глубоко ее изучаю, и хотел на занятии, на семинаре, зачитывать эти моменты, где идет упоминание о душе, а потом понял, что, наверное, не надо, я это по памяти помню, и я и так буду говорить. Поэтому синтез, конечно, мой метод – это синтез, это синтез, и однозначно он научен, однозначно. Хорошо, но если мы немножко спустимся к практической части, вот есть некий страж, вущий, у которого что-то болит. С какого конца подходить с позиции души? Может быть, поздно, пока он, в общем-то, начнет ее развивать, уже можно тело, собственно, потерять, да? То есть, с какого конца вы взматриваетесь в клубок? Ну, чуть, может быть, подробнее о своей системе, чтобы люди представляли, концепция понятная. Да, 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 да. Какой тонкий вопрос. Я, знаете, даже как-то начал думать, Наташ, это хорошо, хорошо. С чего я начинаю? Ну, во-первых, я человека изучаю, знаете, я человека изучаю, очень быстро я беру информацию, я его изучаю перед тем, как открыть свой рот. Вот. Я смотрю, я смотрю на тело, я смотрю на органы, я смотрю, как работает у него мозг, значит, я глубоко убежден, что все проблемы, все болезни, все несчастья, все страдания связаны с неправильным мировоззрением, понимаете? Это самое главное, с чего нужно начинать. И для меня, если я занимаюсь таким человеком, который ко мне обратился, для меня важно понять вот этот вот генез, развитие, с чего все началось, этиологию, то есть причинный фактор. И, конечно же, он всегда, он всегда связан с мировоззрением, с особенностями того, как человек воспринимает этот мир. И если я просто скажу ему, ты неправильно мыслишь, этого будет недостаточно, потому что сами по себе корректировки мировоззрения без, скажем так, вот хирургического доступа к душе, они могут уже быть неэффективны. Поэтому я работаю как хирург, я работаю как психиатр. И с помощью хирургии я прокладываю экстренный, быстрый доступ к душе. Очень интересно. То есть в связи с этим какие же ваши любимые инструменты? Мне очень нравится элемент осознанности. Если я хочу получить долгоиграющие изменения и фундаментальные изменения в человеке, то я должен его так лечить, чтобы в лечении был элемент обучения в том числе. Травы, какие-то, может быть, лекарства, это все может быть, упражнения, это все может быть. Но он должен хотеть разбираться с жизнью, со своей. Потому что главное определение магии, которую я преподаю, вот это вот определение, оно все показывает, все объясняет. Что такое магия? Магия – это высшая ступень умения сознательно и самостоятельно управлять событиями своей собственной жизни. То есть вот этой магии я обучаю, и только этой. Что нужно для того, чтобы можно было управлять событиями своей собственной жизни? Ну, нужны знания, конечно. Какая бывает магия? Бывает магия внутренняя, бывает магия внешняя. Что такое внутренняя магия? Это вот эта концепция сознательности. Внутренняя магия – это концепция сознательности, то есть это та же йога, это тот же буддизм, осознанность, бодхичита, ясное пробуждение, пробуждение, просветление, это концепция освобождения. Это если мы говорим о внутренней магии. Что такое внешняя магия? Это помощь сил, это призыв сил. Каких сил? Потусторонних, которые нас окружают. Это могут быть стихийные духи, это могут быть духи мертвых, это могут быть демоны, это могут быть черти, это могут быть все, что, весь этот тонкий мир, который кишит. Это внешняя магия. Какая магия лучше, какая магия более сильная, внутренняя или внешняя? Ну, конечно, внутренняя, потому что если ты не понимаешь, с кем ты работаешь, если у тебя нет мозгов это осознать, значит, ты всегда будешь иметь проблемы, всегда. Потому что все начинается изнутри. Вся молодость, все бессмертие, вся красота, она идет изнутри. Вот. Калакагати, вы помните? Калакагати. Если человек внутренне глубокий, если человек внутренне прекрасен, значит, он и внешне будет прекрасен, и неважно, как он будет одеваться. А вот завернул-ка, да? Хорошо. Хорошо. По поводу вопроса судьбы и предопределенности, как вы к этому относитесь? Я поражаюсь. Где вы ее взяли, откопали ее? Четвертый вопрос, блин, напрягает, напрягает, и в точку прям, Наташа. Вы занимаетесь эзотерикой тоже? Вы такие моменты цепляете сразу, понимаете? Одним вопросом это просто как бы течение сразу. Значит, я глубоко убежден, и это можно доказать, что существует карма, вне сомнения. Кармическое тело или тело причины, значит, оно переселяется, оно переселяется из жизни в жизнь, и сейчас, что мы имеем сейчас, это то, что мы наработали в той жизни. Особенность этого семинара, который будет здесь, я раскрою принцип и законы перевоплощения. Я покажу, как сейчас это используют сильные мира сего, какие законы управляют перевоплощением, и как получить изменения жизни в этой жизни уже, в этой жизни. Значит, существует предопределенность, да, Наташенька, предопределенность существует, есть узловые моменты, вот так вот я бы сказал. Но особенность человека, особенность человеческой судьбы в том, что он сам строит свою судьбу, как бы. У него есть свободная воля, это очень важный момент, который нужно понимать и сразу же учитывать. У человека есть свободная воля, принцип свободной воли. Но он, он имеет узловые моменты, он имеет узловые моменты. Можно ли эти узловые моменты избежать? Нет. Нет. Если эти узловые моменты человек увидел, его кто-то предупредил, то есть если он их не пережил, то будет через год, через два, через десять, в следующей жизни будут другие моменты, еще жестче. То есть это настолько важный вопрос, который вы задали. И его нужно со всех сторон обсмаковать, этот вопрос, потому что это целое учение, Наташа. С такими вопросами нужно быть очень осторожным, понимаем. С ответами соответствуем. Хорошо, допустим, мы не можем их избежать, но можем ли мы уменьшить их влияние, если это какие-то негативные ситуации? Только осознанно. Потому что если человек понимает, что истинное развитие возможно только через боль, все, он будет развиваться. Если человек для своей попы ищет удобное место, если человек избегает трудностей, избегает сложностей, он обречен, он не будет развиваться. То есть принцип, самый главный принцип развития, это развитие возможно только через боль. Нет боли, нет развития. Все, вот. Самый главный такой вот элемент, который подчеркнуть нужно в моем учении. Нет боли, нет развития. Хорошо, но для развития ведь надо вдохновение. Как долго сочетается вдохновение? А что такое вдохновение? Зачем для развития вдохновение? Зачем? Если вы хотите кушать, вам нужно вдохновение? Если вам мужчина нравится и вы хотите с ним познакомиться, вам нужно вдохновение? Если вы хотите пойти на какой-то хороший фильм, вам нужно вдохновение? Если вы хотите себе шубу купить и у вас есть деньги, вам нужно вдохновение? Вдохновение это красивое слово, которое ничего за собой не несет, Наташинка. И может быть это один из элементов моего обучения, что я очень жестко развенчиваю миф о красивых словах. Это шелуха, слова это шелуха, от них нужно стараться отказываться, и как можно меньше ля-ля-ля, чтобы было. Нужно больше поступков, нужно больше работы ума, понимаете, осветления, нужно больше света, нужно больше света, сознания. А если слова, то это знание слов, сабда-джняна, знание слов, овидья, то есть это пустота, иллюзия. Поэтому если делать упор на слова, это все приведет... Хорошо, в этом случае будет нужно для чего? Это есть преодоление? Это неизбежный элемент самообучения. Самообучение. Это неизбежный элемент самообучения, в результате которого развивается воля, укрепляется воля, в результате которого крепнет дух, потому что истинное развитие, оно всегда должно быть связано с духом, то есть с нашим внутренним, ну, внутренним нашим естеством. Оно очень многогранное. Поэтому если человек в комфортных условиях пытается учиться, значит, это обучение, оно уже под сомнением. Почему тибетские многие ламы сейчас путешествуют по миру, их очень много в Америке? Они там дают определенные практики, вот, американцам, там, еще там кому-то. Почему они это делают? И будет ли от этого какой-то толк? Значит, я глубоко убежден, что толка от этого будет очень-очень мало. Почему? Потому что буддизм, истинный буддизм, если мы говорим, в всяком случае, о северном, о тибетском буддизме, значит, его практики возможны только при монастыре, то есть человек должен быть изолирован от социума. Если человек в социуме, если он имеет кредит, у него семья, дети, машину заправлять нужно, то есть он имеет социальные обязательства, и он не может, он не может совмещать определенные вещи, они просто несовместимы, есть вещи, которые несовместимы. Поэтому, когда эти учителя путешествуют по миру, они дают эффективность практически равна нулю, а может, даже еще хуже будет, потому что только в храме, только в храме монахи, только в храме ученик может что-то получить. Это очень тонкий момент, Наташа. Хорошо, тогда такой вопрос. Вы говорили о том, что магу всегда приходится чем-то жертвовать, но в том же индуизме говорится о том, что жертва, которая дана без радости, она как бы не принимается. Как вот этот кастер собрать? Я считаю, что его не нужно собирать. Опять-таки, это слова. Жертва, радость. Только что мы говорили о вдохновении, вы говорите, что вдохновение нужно. Я говорю, не нужно вдохновение. А теперь вы говорите жертва, и жертва, если жертва с радостью. Знаете, я бы все эти слова убрал бы и сказал бы осознанность. Вот осознанность. Но слово осознанность, наверняка, многие понимают как-то превратно. Как-то превратно, как-то слишком просто, как мне кажется, понимают многие это слово. Осознанность. И они там как-то себе накручивают это слово. Поэтому, если мы хотим что-то сделать, по сути, послужить кому-то, то есть, по сути, принести какую-то жертву, значит, мы должны для себя понимать, с какой целью мы это делаем, что мы этим хотим. Нам нужна для этого радость? Ну, мы можем улыбаться. Это будет считаться радостью? То есть, вы понимаете, нам нужно, Наташенька, договориться с вами, что вы вкладываете в слово радость. Может быть, вот вы сейчас говорите индуизм, радость, а я вам говорю, что вот концепты жертвы мы разбираем. Ну, может быть, у вас какое-то свое отношение к этому слову. Я, например, считаю, что если я что-то делаю, и я хочу иметь результат, я должен сжечь себя без остатка. Без остатка. Для того, чтобы этого добиться. Нужна ли мне радость? С радостью ли я это делаю? Ну, да, я с радостью страдаю. Мне очень больно, я с радостью страдаю. Как хороший костер, как в дзен-буддизме говорит. Если вы хотите что-то сделать, вы должны сжечь себя, как хороший костер, который не оставляет после себя никаких сведов. Есть ли там радость? Ну, когда ты себя сжигаешь, когда ты себе даешь подсрачники, оплеухи, ну, наверное, там радости мало. Но есть радость, радость радости рознь, понимаете? Для меня радость это напряжение, для меня радость это борьба, это дух борьбы, понимаете? Для меня это радость. А ту радость, о которой вы говорите в концепции жертвы, может быть другая радость. Недожненько, это слова, это сабдаджнана, это видимость, это... Нужно договариваться, что вы вкладываете в слово радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова